что это такое не стучи называется трек you can you can you can you can why can you can ну you can наверное да you can написано следующее даня пиксик слушать ссылка текст ссылка все больше нет ничего сакигари куроми изумительно кал отлично и кей келс такая вот история такая вот и свой трек вышел 12 января 24 отлично отлично это претенденты друзья претенденты на то чтобы быть фрешменами слушаем поэтому их ним внимательно его до точнее их его так смотрите короче здесь у нас мы не разбирали ни разу первый трек в двадцать третьем году потом еще один в двадцать третьем и вот сейчас 3 в двадцать четвертом 17 слушателей и причем да все в такое ну хотя цветом панк не аниме там какая-то агрессивная даже я бы подумал что альтернатива может быть все что угодно а вот в field notes это уже вот принципе примерно то что вы сейчас видите по обложке оба трека посмотрим уровень посмотрим уровень посмотрим что это такое можно ли взять это во фрешмен вот с гол а 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 и вот прямо Довольно точно. Паратика. Мягче скворволом. Мягче. Такая вот концовочка. Аутро. Отличное развитие отсюда. Что касается схожести, вот Pixie Squat, да, не знаю, знаете, я как будто по инструменталу не сказать, что прям особо уловил, да. Вот особенно, что касается интро и аутро трека. Здесь мягче голос. Мягче, чем сквор, да. Точно. Понятно, что как бы там гиперпоп так или иначе, да, весь может звучать одинаково для кого-то. Ну, довольно качественно звучит. Довольно качественно. Что касается текста, текст простоват. Вот у тех же Pixie у них текст поглубже, да. Он не спит, он стучит, не спит. Кто? Кто там стучит? Маратик стучит. Кто? Почему же он кричит? По известной причине, да. Кто там стучит? Это был монстр, но почему же он не спит? Не понимаю, что сейчас со мной, а кто внутри меня, но остаюсь с собой. Пою не я, пою кто-то другой. Пойду гуляю, найду свой покой. Так, устал бегать от него же, этого мне не знаю, ты чего. А мне, да. Что, а мне кто-то потерял себя в себе? Что-что зовет к судьбе? Что-то стучит во мне? Кто-кто-то что-то там стучит? Может, он кричит? Да. Ну, такое, короче, с внутренних... С внутренних, кстати, друзья, здесь, чтобы вы понимали, да, почему это качественно все звучит. Записи сведения от Кайо. Здесь. Да. То есть, это человек в теме, да, максимально. Поэтому тут и липчики, и все, да, поставлено. И техника при записи, я у нас соблюдена. То есть, либо это чей-то смурф, либо это кто-то из ребят, кто вот начал, так сказать, тоже делать интересный звук, да, с ними. Вот так. Крепко звучит. Крепко. По тексту норм. Такая, да, идея. Не стучи. Кто там стучит. Довольно крепкая работа. Ну, это, типа, как человек, который делает очень недавно и на достаточно высоком, так сказать, классе, на мой взгляд, очень близок к фрешмену. Я думаю, да. Слушаем еще раз внимательно. Ставим оценочку. Можете топнуть от 1 до 10 прямо сейчас, что вы думаете по поводу этого трека. И потом, учитывая, что это трек 24-го года, я задам вам самый главный вопрос. Перебор вначале. Он не спит, он кричит. Он не спит, он кричит. Кто там стучит. Кто там стучит. Почему же он кричит. Кто там стучит. Это был мастер, но почему же он не спит. Я не понимаю, что сейчас со мной со мной. Хороший переход, да? Внутренний такой, внутренний монстр, да, короче. Да, после минутки тут начинаются такие глубокие, да. Кто там стучит. Почему же он не спит. Кто там стучит. Почему же он кричит. Кто там стучит. Это по-моему, стоит ночь и спит. Угу, танцовочка хорошая. Угу. Очень неплохо. Топ-50 рук генджи. Что, серьезно, да, бро? Что, грандмастер? Сколько у тебя? 4200. Хорошо, да. Хорошо, хорошо. Хорошо. Хорошо, бро. Так, вот теперь вопрос. Что касается 4500. Ебануться. Ужас какой, ясно. 4500. Окей. Сигул прям. Так, рифмы и образы. Ну, насчет образов, типа вот так, да. В целом по рифмам, ну даже для гиперпопа, ну 6-7, наверное, да. Хотя, где-то вот так, наверное. Может быть 6, да, что касается образа. Может быть. Структура ритмика. Хорошо, после минутки начинает развитие. Все, в принципе, прикольно. Весьма. Вопрос вот в чем заключается. Насколько гиперпоп вот в таком исполнении. Понятно, что там и развитие есть, и акустика какая-то, более-менее, да. Насколько это тренд? Насчет 5, как будто я не уверен. Как будто 4, да. Как будто 4. Индивидуальность и харизма. Вот реализация, блин, вот прям вот хорошо поставлена. Вот хорошо. И по звуку отлично, типа, ну все норм. Фреш-фреш, прям жесткий, реально. Жесткий фреш. Жесткий. 5 точно нет, 3-4. Ну да, мне тоже как. Пусть 4 будет. Индивидуальность и харизма. Довольно крепко вытащил вокал. Ставить 6 мало. 7 готов поставить. Структура ритмика хорошая. Отличное разнообразие. В начале везде. 9 готов. Сегодня вообще сумасшедшая структура вот у треков, которые мы слушаем. Здесь 4 балла я тоже готов поставить. Очень неплохо. Да. Фрешмены получше. Да, я тоже так думаю. Ну, еще понимаешь, бро-бро, дело в том, что, как бы, ну, в целом внутренняя предвзятость всегда и работает. Ты смотришь чел, у которого 2 трека, и у которого там 5 слушателей на Яндексе, и ты такой, ну, что, серьезно, 70 баллов, 80, что он может набрать? А это дерьмо надо выключать, потому что все равно у каждого слушателя, у него работает привязка к определенному авторитету. Типа вот тот-то артист значит, а иногда это значит, что он просто выпустил плохой трек, а но он и может разъебать вообще страшно. Поэтому в этом-то и сила, как бы, суть нашего проекта, да, открывать новые имена и новые хотя бы качественные треки. Не факт, что, вот, допустим, вот у него хороший трек на 60 баллов, может, для кого-то и на 70. Вот, не факт, что второй у него будет такой же хороший, да, или не факт, что нейм какой-то дропнет качеством. Плюс, если забираем, минус, если нет, во фрешмены. Это будет второй фрешмен, если мы заберем. Если мы заберем. О, ебануться, пока вроде калитка страшная. Три минуса вам подряд, но в целом разбили, да. Я согласен с вами, реально. Потому что реализация стиля очень высокая. Значит, айдентики, не знаю, актуальности звучания, не знаю. Все-таки очень сильно замусолили и на очень высоком качестве нам показывали на протяжении этих двух-трех лет. Двух, да, так сказать. Да даже трех, наверное. Вот Pixie Squad. Очень сильно показывали, ребята, качество. Поэтому надо чем-то будет удивлять, так или иначе. И альбомы мощные дропали. На 8, там, на 80 баллов плюс, да. Все это мы знаем. Это единственный минус. Но для тех, кому нравится по-прежнему эта музыка, это прям будет качество. Реализация отлично. Вот все, что касается вот задумки, задумки и реализации топ. Здесь простовато отчасти. Но кто-то может счесть, что образов этих внутренних, так сказать, каких-то демонов, как я понял, да. Он кричит, кто там стучит, почему же он кричит. Это был монстр, почему он не спит. Да, внутри, типа внутри. И вот это вот, что сейчас со мной, внутри меня останусь с собой. Да, внутри меня, внутренний монстр, да. Сейчас, сейчас пою не я, пою кто-то другой. Пойду погуляю, найду свой покой. Он стал бегать от него, же этого мне. Не знаю, для чего нет у меня. Я потерял себя самого. Да, кому-то будут достаточно эти образы. Кто-то скажет, ну, типа, ничего страшного. Флома, почему индивидуальность есть же? Харизма 7. Харизму снижаем, индивидуальность получается 8. Слушай, ну я не думаю, что это прям на 10 там сделано. Не знаю, погружение есть и на 10. Ровненько, ну, прям не так, чтобы. 8, как будто я не увидел здесь, бро. Не знаю. Образы не особо раскрыты. Слишком поверхностный текст затягивает исключительно реализации. Да. Вот я тоже так же полностью думаю. Поэтому 6. Но, может, для кого-то будет этого достаточно. Да, потому что очень мягкое исполнение. Динамика идет развитие после первой минуты. И как бы все норм. Да, ну, не знаю, не знаю. Вот для меня 6, может, для кого-то 8 тут. Берем во фрешмены. И это второй трек, который отправляется, причем за один стрим, да? Который отправляется в плейлист фрешмены. Вы лично для себя, прослушивая эти треки, там можете уже сравнивать, думать, что вы думаете. Кто лучше, кто интереснее. А мы забираем. Текст харизма. Ну, харизма индивидуальность 7 вполне нормальная. Текст 6, учитывая жанр. Ну, ок. Так-то работает. Атмосфера. Вот-вот самое главное, по сути дела. Понимаешь? А трек дает свое дерьмо. Разнообразно, прикольно. Слушать можно. Музыка рабочая. Забрали во фрешмены. Спасибо. Бо. 61. i6-1. Так, по-моему, не зашло, да? Проверь, Дим, пожалуйста, зашло ли или нет. Оценился ли трек или не оценился. Капсайз? Нет. Капсайза в плейлисте быть не должно во фрешменах. Он там просто для того, чтобы плейлист можно было открыть в принципе. Я вот его удалил прямо сейчас оттуда. Иначе, если треков ноль, ты даже не можешь ссылку на этот плейлист дать, да? Поэтому Капсайз там висел просто как победитель фрешменов предыдущего года. И после того, как мы добавили туда какие-то треки, я его оттуда убираю. Поэтому Капсайз там не нужно. Он просто был как победитель, чтобы плейлист существовался. Существовался, блядь. Да, оценился. Супер, супер. Спасибо, бро. Спасибо большое. Спасибо, Бо. Спасибо.